Приветствуем вас на канале Мясорубка, свежие новости подъехали, начинаем крутить фарш. Даже если мир вдруг полетит в тартарары, то Америка все равно будет считать, что лететь туда надо строго под ее ответственным лидерством. Кстати, когда пришла пандемия, весь мир насладился ответственным лидерством штатов. Все знали, что сейчас прилетит Борюс Виллис в плаще Супермена и спасет всю планету, но вместо этого прилетел Капитан Америка в лице Дональда Трампа и украл маски и аппараты искусственной вентиляции легких. И главное, не у кого-то, а у своих собственных союзников. Но то давно, а нынче свежие новости. На фоне мирового экономического кризиса американские ученые не оставили планету в беде и без шансов на спасение. Нет. Прилетели, обнадежили и всучили новую методику расчета ОВП страны. Оно и понятно. Согласно всем прежним расчетам, очень скоро, как только по-настоящему залихорадят доллар и американские биржи, ВВП Америки станет каким-то уж совсем неказистым. Ведь всем известно, из чего его надували все последние годы. А уж ВВП стран западного лагеря превратится в полнейшую тыкву. Но главное, все это будет происходить на фоне совершенно неприлично высоких ВВП Китая, Индии, России, Объединенных Арабских Эмират и Саудовской Аравии и прочих стран. Чего допустить, ну никак нельзя, разумеется. Но ведь давно известно, как поступают джайантельмены, когда начинают проигрывать в игре. Они просто на ходу берут и переписывают ее правила так, чтобы снова начать выигрывать. Вот и США кинулись переписывать давным-давно утвержденные правила подсчета ОВП. Но это еще даже близко не шутка. Главный юмор впереди. The Wall Street Journal со ссылкой на исследование доктора Луиса Мартыниса пишет, что помочь в более точном определении ВВП могут данные об освещенности страны, полученные со спутниковых снимков. По мнению ученых, при росте экономики появляется больше домов, больше фабрик, больше уличных фонарей. Поэтому динамика освещенности может указать на расхождение официальных данных с реальностью. Прям восторг, полная красота. Раньше помнится, Китай для того, чтобы подстегнуть показатели своего ВВП и роста, целые города строил. И набирал на этом дополнительно примерно 2% роста своей экономики. Но как говорили в старой комедии, это в Турции, там тепло. Это в Китае. Там еще умеют что-то делать руками и есть настоящая экономика. А уж в нынешней Америке в ее-то постиндустриальном виде. Куда там целые города строить? А вот тупо налепить фонариков там, где уже построено, вот это можно. И сразу ВВП подрастет банально от городской подсветки. И сразу девочка Грета заплачет. Спросит, а как же часы земли? А как же экономия энергии и климат? Ну кого она уже будет волновать? Тем более, что те же ученые там же предлагают в показатель ВВП закладывать еще и уровень демократических прав и свобод. А это же вообще полная феерия. Тут можно будет даже на фонарики не тратиться. Просто нанимаешь за 3-4 тысячи долларов в месяц человека, который раз в год будет говорить как волшебное зеркальце, что ты прекрасно спору нет. И безо всякого даже освещения на тебе плюс 10 ВВП на ровном месте. Тем более, что опасения у штатов имеются. И они не просто серьезные, а без преувеличения катастрофические. Там в очередной раз пора поднимать порог национального госдолга. И его-то, скорее всего, поднимут. Но дело даже не в этом. Если раньше такие пороги поднимали раз в 10-20 лет, то теперь их поднимают каждый год-два. А скоро уже и до 2-3 раз в год дойти могут. Причем это будет даже не преувеличение. А цена вопроса на самом деле весьма суровая. Что будет означать суверенный долг США, представить себе нетрудно. Оно, конечно, в народе говорят, что чем громче шкаф, тем больше падает. Но если упадет такой шкаф, как США, то одной только поднятой пыли хватит, чтобы засыпать полсотни мелких государств. А уж обломками можно придавить и крупные. Тут надо сказать, что это России, в общем-то, плевать. Что там США? Они сами с нами старались никогда не развивать отношения, тормозили искусственно. А вот Индия и Китай пострадают крайне мощно. Они на США завязаны крепко и потеряют такой рынок сбыта, который восполнить, тем более оперативно, будет просто невозможно. Так что Минфин США в лице его главы Джанет Йеллен не преувеличивает, когда говорит, что дефолт в США приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. И заявила об этом Йеллен не просто так. 19 января Минфин США заявил, что вводит чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта из-за достижения максимального уровня госдолга на уровне 31 трлн долларов. Сейчас долг США уже превышает 31,38 трлн долларов. При этом Белый дом ранее отказался обсуждать с Конгрессом какие-либо условия повышения госдолга США, просто потребовав немедленно принять решение о новом потолке госдолга. Позиция хорошая и хотелки стороны Байдена – это вообще святое и практически священное писание для всего мира. Вот только республиканцы после всего того веселья, которое им устроили после выборов 2016 года, а в особенности на выборах 2020, сильно вряд ли будут настроены слушать, чего там хочется президенту-демократу, особенно на фоне того, что предыдущий аналогичный случай был при самом же Трампе и демократический конгресс ему тогда весь мозг вынес, совершенно не обращая внимания на мотивацию. Это нужно не лично мне, это надо всей Америке. Так что республиканцы жаждут реванша, тем более, что нижнюю палату Конгресса они все же отвоевали. А вот кое-кто своего реванша уже дождался. Эрдогану, похоже, надоело до бесконечности глотать оскорбления от Европы и США, потому что надо отдать должное этим ребятам. Ведут они себя просто фантастически. Как там назывался фильм про волшебников? Фантастические твари и где они обитают. Вот казалось бы, это Европе и США надо, чтобы Турция одобрила заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Но при этом что одни, что другие ведут политику, которая больше напоминает чемпионат мира по тому, кто больше нагадит Эрдогану. Причем стараются ребята крепко. Там не то, что у импульсивного султана, но даже и у человека со святым терпением, давно бы уже нервы не выдержали. Впервые США начали давить Эрдогана санкциями, да еще и слили эту информацию в СМИ. Зачем? Чтобы каждый избиратель знал, что если президент принял Швецию в НАТО, значит он сдался и он слабак? Чтобы отрезать Эрдогану любой путь для уступок? А потом еще и в самой Швеции начали уже откровенно грубить, потому что, а как иначе можно назвать акцию, когда полицейские официально позволяют митингующим сжечь Коран перед входом в турецкое посольство? Ладно бы митингующий сами, и то было бы неприятно. Ладно бы полицейский не остановил, и то были бы вопросы. Что за отношение вообще такое? Но ведь он именно что разрешил? Да и вообще, при чем здесь Коран? При чем здесь мусульманская религиозная реликвия? Это то же самое, что перед посольством Франции сжигать Библию из-за того, что он не нравится Макрон. Логики примерно столько же. Но вот полицейский разрешил. Стал сообщником, официальный представитель шведских властей. И за все дни после этого инцидента никто в правительстве страны не осудил этот поступок. Не сказал, что это было личное безобразие полицейского, никак не отражающее позицию шведского государства. Нет, ничего не последовало. Полная тишина. Государство фактически солидаризировалось с прошедшей акцией. И чего они после этого ждали от Анкары? Министр обороны Турции Полуся Акар сообщил, что визит его шведского коллеги, запланированный на 27 января, отменяется. На встрече планировалось обсудить заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала. На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы его отменили. Приводит слова Акара, телеканал Абертург. А на прошлой неделе Анкара отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлана. Это произошло после того, как сторонники, запрещенные в Турции рабочей партии Курдистана, провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес президента Турции Рыжепа Эрдогана. После чего повесили его чучело на виселице вверх ногами. Ну что ж, действительно, терпение у Анкары лопнуло. Подобные отмены визитов, которые были загодя запланированы и согласованы, без сомнения говорят о том, что расширение НАТО не только в обозначенные сроки ждать не стоит, но и вообще, в ближайшие месяцы кажется очень невероятным, чтобы Эрдоган сперва вот так вот демонстративно посылал бы представителей Швеции, а потом вдруг взял, да и принял бы эту страну в НАТО. Надо полагать, что Стокгольм очень дорого заплатит за те спектакли, которые он решил дать. А что такое турецкий темперамент и коварство, Европа очень скоро на своей собственной шкуре ощутит. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.